Пирсинг В Ведах говорилось, что сережка сбоку носа символизировала почитание богини Лакшми. А поскольку с точки зрения аюрведы ноздри имеют связь с репродуктивной системой женщины, то в Индии до сих пор распространены украшения в носу, которые одеваются в период созревания девушки или перед замужеством. У женщины нос должен быть украшен с левой стороны в завитке. Это позволяет соединить ум и тело, дает женщине спокойствие, уменьшает вожделение и жадность. На Среднем Востоке, а также у многих коренных племен Африки, Америки и Новой Гвинеи, было распространено прокалывание носовой перегородки и ношение крупных косяных украшений как символов мужественности и храбрости. По сей день у племенных народов, проживающих обособленно от современного социума, сохранились традиции прокалывания и растягивания тоннелей с помощью огромных колец или пластин, достигающих 15 см в диаметре и деформирующих нос, уши и челюсти. Пирсинг языка, для которого использовали колючки ядовитых растений, практиковался в ритуальных целях для достижения измененного состояния сознания и погонению богам. Древние культуры использовали всевозможные амулеты и обереги для соединения с природой и общения с духами, и часть из этих украшений всегда была с человеком на его теле, что защищало его от темных сил. Во времена зарождения христианства в Европе и на Ближнем Востоке, кольца в ушах, губах, носу, ножные и ручные браслеты, шейные кольца были знаком рабства или принадлежности к низшему сословию. Рабы, иноверцы и еретики просто обязаны были носить такие знаки отличия. Позже, по постановлению церкви в 1139 году, воспрещалось прокалывать нос, уши и другие места, чтобы вставлять железные кольца или вешать колокольчики. Библия говорит, что нарезы и наколки на теле – то же, что надписи на стене храма. Они не украшают храм, а оскверняют и его, и Бога, обитающего в нем. И поскольку любые самостоятельные телесные изменения противоречат концепции совершенного тела по Божьему образу и подобию, то все они относились к оккультным проявлениям и были под строжайшим запретом до недавнего времени. О человеке сказано – Бог создал тело человека совершенным, и украшать его заставляет дьявол, чтобы попытаться исправить то, что создал Бог. О том, кто же научил людей украшательству, смотри нашу предыдущую работу «Мода». С появлением современных религий, отношение к пирсингу во многом претерпело изменения под влиянием священных текстов. Теперь, когда человек уже стал Божьим рабом, ему более не возбраняется осквернять храм Божий, в котором обитает Святой Дух. В реалии сегодняшнего дня пирсинг стал вроде бы привычным атрибутом молодого поколения и уже не несет за собой никакого символизма, а лишь дух противления и стремления выделиться из толпы, которая на деле оборачивается банальным привыканием к пирсингам и устаду. Второй аргумент в пользу внушения колец, камней и всякой другой блестящей мишуры в ушах, носу или на теле – дань моде, которая формируется и управляется вполне определенными структурами. О том, кто и с каких пор всем этим управляет, очень подробно и доходчиво рассказал в своей книге «Россия в кривых зеркалах» академик Николай Левашов. Он использовал язык, понятный даже человеку без академического образования. С точки зрения наук о здоровье, акупунктуры и аюрведы, в человеческом теле существует множество важнейших энергетических точек, среди них 108 смертельных, в которых сконцентрирована прана. Стимулируя эти точки, мы можем получить определенные положительные воздействия на организм, но длительное ношение предметов в таких точках приводит к постоянному раздражению того или иного органа, который постепенно заболевает. С энергетического уровня любое повреждение грубой оболочки тела человека приводит к нарушению целостности тонкого тела, что препятствует правильному гармоничному протеканию энергии по телу, и, как следствие, такое нарушение будет влиять и на внутренние органы. Так, в случае с пирсингом бровей, нарушается зрение, мочки ушей взаимодействуют с почками, а из-за прокола в пупке, возможно ухудшение работы кишечника и поджелудочной железы. Блокирование каналов инородными предметами приводит к прерыванию свободного тока энергии. В случае с пупком, скоплению энергии в нижних центрах или чакрах. В свою очередь нарушение работы чакр неизбежно приведет обладателей украшений к концентрации на низших и базовых потребностях человека, еде, сексе, удовольствиях. Их энергия не будет подниматься к высшим центрам, что повлечет за собой остановку в духовном развитии. Пупок – это наш физический и энергетический центр. Дверь в тонкое тело человека, место балансировки всего организма, место силы во всех проявлениях. Там находятся 84 энергетических канала и связь человека с матерью, а через нее – с родом. Пирсинг перерезает все эти каналы, обрывая родовые корни, и максимально быстро делает из человека легкооправляемое, бездуховное существо. Именно пирсинг кубка был атрибутом наложниц в гаремах, которым таким образом перекрывали мощнейшие энергетические каналы. Массовые увлечения в последнее время такими модными атрибутами стильной жизни, как пирсинг и татуировки на теле, подталкивают к размышлениям на тему, кому это нужно и какая цель преследуется. Пирсинг и татуировки – это коварное и мощное оружие геноцида, направленное прежде всего на молодежь, подрывающая ее генетическую базу на тонких планах. Привыкание к этим вещам формируется с детского садика, с безобидных смываемых наклеек при полном неведении и попустительстве родителей. Пирсинг внедряют для того, чтобы сломать последний барьер разума и, как окончательный результат, облегчить ввод под кожу радиочастотных микрочипов, хранящих в своей памяти биометрические данные человека. Главная цель глобального правительства – идентификация личности и контроль над каждым из нас, превращение людей в узел сети, который в любой момент можно просто выключить. Субтитры создавал DimaTorzok